Всем привет! С вами канал коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской юбилейной монете 1 рублю 1979 года, освоение космоса. Параметры монеты. Диаметр 31 мм. Масса 12,8 грамма. Толщина 2,3 мм. Сплав. Медно-никелевый. Гурт. Надпись 1 рубль 1 рубль, разделенная двумя квадратными точками. Монетный двор. Ленинградский. Тираж монеты. 5 млн. экземпляров. Часть тиража имеет коллекционное исполнение ансипруф. Всего 334 500 экземпляров. Станция МИР была запущена на орбиту Земли в 1986 году Советским Союзом. Стала первым космическим кораблем, на котором экипаж мог находиться долгое время. Высота полета составляла от 350 до 375 километров. Постепенно станция расширялась за счет присоединения новых блоков и достигла размера футбольного поля. В 1998 году в космос запущена международная станция МКС, которая постепенно взяла на себя функции станции МИР. 23 марта 2001 года МИР был выведен с орбиты и затоплен в Тихом океане. Аверс монеты. Поле разделено на две части. Каждая из них окантована тонкой линией. В верхней, большей, части, герб СССР образца 1956 года, серп и молот на фоне земного шара, под ним восходящее солнце, наверху пятиконечная звезда, по бокам колоссия, перевязанные пятнадцатью витками ленты, нижний виток значительно шире, символизирует РСФСР, остальные витки, другие республики. По сторонам герба надпись СССР, разделенная на две части. Первые и последние буквы приподняты. В нижней, меньшей, части монетного диска. Большая стилизованная цифра 1. Под ней, слово рубль. Реверс монеты. На переднем плане изображение монумента покорителям космоса. Находится в Москве на ВДНХ. Слева внизу мелким шрифтом указан год выпуска монеты. 1979. На заднем плане, космическая станция Мир на фоне звезд. Вверху изображен первый искусственный спутник Земли. Справа внизу, эмблема 22-х летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Пять колец, соединенных вместе, и устремленные вверх линии, символизирующие спортивные дорожки, со звездой наверху. По окружности Канта имеются надписи «Игры 22-й Олимпиады, Москва, 1980-й», разделенные точками. На аверсе и реверсе монеты имеется выступающий по окружности Кант. Юбилейная монета 1 рубль 1979 года освоение космоса имеет три разновидности. Начнем с первой стандартной разновидности. Монеты чеканились по той же технологии, что денежные знаки регулярно чеканки. Как правило, у них отсутствует яркий блеск. Зачастую они имеют слабый рельеф и мельчайшие царапины, полученные при соударениях в банковских мешках. Предназначались для участия в денежном обращении. Средняя цена стандартной монеты составляет 90 рублей. Вторая разновидность коллекционного исполнения бриллиант «Анциркулейтед» или просто «Анц». Выпуск улучшенного качества для коллекционеров, отличается более четким рельефом и полным отсутствием дефектов, касающихся мешкового хранения монет, а также глянцевой, но не зеркальной, поверхностью и рисунком. Распространялись в индивидуальных упаковках, пластиковые планшеты или целлофановые запайки, что исключало появление потертостей и царапин. Цена второй разновидности составляет 250 рублей. Если же монеты этого качества чеканки, имеют следы износа, то они приравниваются коллекционерами к обычному выпуску, который мы рассмотрели выше. Третья разновидность коллекционного исполнения «Пруфлайк». Это специальный выпуск для коллекционеров, отличается зеркальной поверхностью с матовым рельефом. В каталогах могут указываться как «Пруф» или «Пруфлайк». Среди коллекционеров распространено наименование «Стародел». Распространялись в индивидуальных целлофановых пакетиках и пластиковых упаковках или в составе наборов с другими убелейными рублями. Цена такой разновидности составляет 2500 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!